Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, на самом деле, у нас очень интересный гость, за которым мы очень долго гонялись. Охотились. Охотились, да. Наша рубрика называется «Посидим по-большому», тем более Радислав Одессит, и он, я думаю, посмеется над этим названием. В гостях у нас удивительный человек, на самом деле самый известный и титулованный бизнес-тренер в России, автор восьмидники и четырнадцати фильмов по лидерству и радорскому искусству. Хочу вам представить, и действительно очень рад представить своего соотечественника, это Радислав Кадапас. Здравствуйте! На самом деле, обычно первый вопрос, я смотрел многие интервью, вам задают по поводу вашего имени, но я просто полез в интернет и посмотрел, что это такое. На самом деле, ваше имя, оно соответствует вашему статусу. Я посмотрел в Википедии, посмотрел большое количество информации, и мы с вами земляки, это уже коренной Одессит, и ваше детство прошло в Одессе. Детство, юность, зрелость, и вот на дожитие приехал в Москву в 33 года. В возрасте Христа. Да. А расскажите на самом деле, что вот запомнилось в Одессе, чем и что дал вам этот город? Ну, я бы сказал, начиная с конца, что в моей профессии очень много нужно таких вещей, которыми в Одессе обладают люди для обычной жизни, да? Ну, это, во-первых, речевая практика, это метафорическое мышление и метафорическая речь. Когда я всегда говорил, одессит лечит правой рукой левое ухо, когда нормальный человек выходит на улицу, говорит, холодно, одессит выходит и говорит, да, не жарко. Когда нормальный человек хочет сказать человеку, что он сказал глупость, он говорит, ты дурак, ты сказал глупость. Одессит скажет, о, ты такой умный, такую умную вещь сказал. Но это, почему нужно вот так выражаться, почему не сказать прямо? Но, с другой стороны, тренинг это как раз такая ситуация, в которой вы не можете говорить прямые вещи, для того, чтобы они запоминались, для того, чтобы человек думал самостоятельно, вы должны постоянно делать вот такие вот вещи, постоянно людей подводить к мысли, но не называть ее прямо. Постоянно людям говорить что-то, может быть, противоположное тому, что вы хотите сказать, для того, чтобы люди стали, возмутились, сказали, не, минуточку, все не так, и сами произнесли. Стоит человека думать. И вот одесская речь вот такая, метафорическая, плюс юмор, конечно, как я всегда говорил, одесситы не шутят. Почему он как бы, ой, ты так шутишь, я не шучу, я так разговариваю. Это способ. Я не то, чтобы я юморист большой, я просто, ну, просто разговариваю, и люди смеются почему-то. Вот анекдоты вы любите? Я люблю анекдоты, да. Какой у вас любимый? Ну, я забываю, часто мне спрашивают, какой любимый анекдот. Ну, давайте... Я потом вспоминаю, боже мой, такой смешной анекдот, почему же я его, почему же я его забыл? А какое у вас базовое образование? Я смешно ее тут вчера прочитал, когда модель выходит замуж за банкира, и она ему говорит, она молодая, он в возрасте уже человек, она говорит, я согласен, но три условия. Он говорит, слушай, для меня нет ничего невозможного, ты знаешь, для тебя сделаю все. Нет ничего невозможно, все, говорит. Он говорит, ну, сейчас проверим. Вот, говорит, ты человек, во-первых, в возрасте, во-вторых, у тебя работа опасная. Вдруг, если я за тебя выйду замуж, да, отдам тебе лучшие годы, в том останешь ни с чем. Он говорит, не переживай, вот бумаги, 50 миллионов долларов ты получишь, если со мной что-то случится в любом случае. Прочный доллар. Ну, типа того, да, страховка такая. Она говорит, второе, я хочу жить в хороших условиях, чтобы было разнообразие. Он говорит, прекрасно, у нас есть дом на Рублевке, у нас есть дом в Испании, у нас есть небольшая недвижимость в Италии, и у нас есть в Ницце апартаменты. Когда ты захочешь, мы можем переезжать с места на место, и везде все благоустроено и хорошо. Она говорит, ну и последнее, я молодая, ты не очень, а я хочу секса каждый день. Он говорит, и это не проблема, все будет для тебя сделано, меня на четверг запиши. Мне кажется, это смешно. Какое у вас базовое образование? Филологический факультет Одесского государственного университета имени Мечникова. Это базовое образование, хотя я бы сказал, что подбирался я к нему уже с какого-то старта. Мне повезло с учителем русского языка и литературы в последних, в старших классах он дал нам хорошую базу. Я думаю, что мы знали на уровне третьего курса университета язык и литературу. То есть вы осознанно шли туда, куда пошли? Да, конечно, осознанно. И некоторые мои одноклассники с третьей попытки только поступили. Они так были увлечены этой идеей поступить на филфак. Он нас заразил языком, литературой, культурой в целом и дал нам хорошую базу, хорошую платформу. Ну вот что, знаете, всегда, когда говорят, когда встречаются одноклассники, они обычно разговаривают первые 10 минут, потом не о чем разговаривают, потому что весь вопрос один, а ты помнишь? Вы выработали ресурс, что как жизнь, как дети, сколько детей, кто жена, где живете. Как работаешь, в чем ездишь, где живешь. Да, это 10 минут разговор, а дальше, а помнишь, географичка пришла, а тебя тогда не было, а помнишь, а помнишь, мы ездили на экскурсию, а помнишь, а помнишь, конечно. Что вы помните из Одессы, что вы помните? Да я столько помню, что я уже утомил жену рассказами своими про Одессы. А жена с какого города? Она из Екатеринбурга, но я думаю ей каким-то образом посвятить ее в Одесситы, потому что первое, что обратило мое внимание, ну не первое, в числе первых черт ее, чувство юмора. Я очень люблю людей, ценю людей с чувством юмора. Я считаю, что это косвенный признак высокого интеллекта. И в-третьих, невозможно с человеком всерьез поссориться, у которого есть чувство юмора. Всегда можно. Что для вас чувство юмора в другом человеке? Способ осмысления реальности, способ иронического осмысления реальности, способ делать смешным, не смешное. Переставил слова, изменил рот, изменил число и получилось смешное из не смешного. Вот вы выглядите на самом деле очень серьезным человеком. Я очень серьезным, невероятно. В мрачных тонах оден. Море не в этом дело, море все равно, море обаяния, вы сказали там чай и то все. Ну, умеете шутить? Я умею шутить, конечно. Если бы не умел шутить, я бы зарабатывал гораздо меньше. Люди, которые не умеют шутить, недозарабатывают денег в любой области. Вот вы бываете в Одессе? Если да, что вас туда тянет? Я бываю по крайней мере раз в год. Я приезжаю всей семьей, все дети приезжают. Шина, четверо детей. Они все наполовину одесситы. А я считаю, что одессит не может быть наполовину, так как минимум 51%. Поэтому я привожу детей на родину, на историческую родину. Они там бывают. Дети мои одессу любят, дети мои одессу понимают. Там бабушка, там сестра, там друзья детства, одноклассники, однокурсника. Я приезжаю минимум на неделю. У нас есть любимое место в Одессе, где мы живем. Мы не помещаемся, нет. У нас там появился новый отель М1. Мы там высаживались. До этого мы жили в Немо. Отель с дельфинами, который держит еще к тому же моя однокурсница. В общем, сейчас мы приехали в Немо, в М1. Поблизости очень удобно с детьми, очень живописно. Встаешь утром, панорамное остекление. Море, море это горизонта. Я забираю бабушку в этот отель. Она тусуется с внуками. Мы с женой отдыхаем. Я немножко работаю, провожу 1-2 тренинга в Одессе. Все остальное время. Один из вечеров обязательно мы собираем всех одноклассников. И сидим с ними до упора. У меня одноклассников с университета. Одноклассников с класса. С школы. Другой вечер полностью однокурсники мои. Понятно. Вы дружны? Мы дружны, мы общаемся. Они знают моих детей. Они приезжают, я приезжаю, мы встречаемся в третьих странах друг с другом. Мы в курсе дел друг друга. У нас группы в WhatsApp. В общем, я не знаю, я знаю вкусы моих друзей. Жен, которые у них появляются новые. Мои дети знают и помнят моих одноклассников и однокурсников. Вот эти два вечера, это святая вещь собирается огромная толпа. Длиннющий стол. Люди садятся. Галдеж, разговоры. Мы там выпиваем. Это отлично. Сигары какие-нибудь, музыка живая. В общем, мы шикарно, я их очень люблю. Моих одноклассников, однокурсников. Мне их очень не хватает. И, конечно, такая порция как раз в год, это очень мало. Но, с другой стороны, жизнь так устроена. Всей жизнь, конечно, к сожалению. Да, и мы можем выделить столько, сколько мы можем выделить. Я бы приезжал в Одессу и другой. Раз, но два раза за лето не прилетишь. Тем более сейчас лететь приходится вот так вот через третью страну. Во-первых. Во-вторых, в Одессе практически нечего делать такой компанией не летом. Я в Одессе люблю, кроме зимы, все времена года и весну и осень. Весна наступает рано. Она пахучая, зеленая, голубая, желтая, прекрасная весна. И такая же осень. Тоже пахучая, тоже длинная и приятная. Но это для одиноких хождений по паркам. Там ногами на Приморском бульваре листву пинать. Вот такое. А с детьми приехать, конечно, что-то нечего делать. Может быть, я буду бывать чаще, чуть позже. Но сейчас вот такой режим. Я жду ожиданием июля. У меня есть дата, когда я буду в Одессе уже. Мы с вами приблизительно одного возраста. Помните, как в Советском Союзе большая разница была... Тоже 28? Да. Мне 27. 27. Или 29. Помните этот фильм «Украшение структивов»? Наверняка любили с Андреан Шельтановым. Он говорит, сколько тебе лет? Он говорит, 26. Он говорит, я думал, 26,5. Но приблизительно одного возраста. И помните, как в Советском Союзе, когда кто-то приходил в гости, ставили детей на табуретку, и они рассказывали стихи. То есть мне мой отец... И меня ставили. Вот сейчас будет мой вопрос, как раз об этом. Мой отец тоже ставил, у меня стихи, я там часто забывал. Вот вопрос один. Естественно, когда вы стали оратором, вы наверняка вспоминаете свои первые зрелые выступления. Когда были ваши первые зрелые выступления? С чем это было связано? И на какую тему? До зрелых выступлений было еще очень и очень далеко. От табуретки до зрелых выступлений было десятка-два выступлений таких, ну, незрелых. И первое это в школе, я в классе восьмом стал расти очень быстро. И опережать одноклассников стал видным, таким заметным. Директор нашей школы была небольшого роста. И, видимо, большие люди всегда от большого роста вызывали у него особое отношение. Поэтому она стала у меня выпихивать, какие-то стихи читать от имени школы. Ну, в детали. Да, каким-то выпускникам от имени школьников на путстве читать со сцены. Это был, конечно, ужас ужасный, это был стресс невероятный. Причем подбили меня еще на общешкольном комсомольском собрании выступить с какой-то там оппозиционной речью. Я помню, какие-то совершенно крамольные предложения провозгласил, не очень понимая внятно, к чему это ведет, зачем это нужно. То есть такие собрания были, поскорее бы закончилось, все разошлись. Все там записками встали, отбарабанили свое, все это занесено в протокол, пошли по домам. Я вышел на сцену, 40-минутная какая-то речь, агитационная, за что-то. Все с недоумением отнеслись к этому факту. В общем, были такие выступления. Были выступления в армии, где был секретарем комсомольской организации. Были выступления в университете. Уже очень активно вовлекали студентов в научную деятельность. В конференции появились и студенческие научные конференции. Даже выступал я во взрослых научных конференциях. Я стал готовить такие доклады. И, знаете, как всякий студент, мне хотелось сказать новое слово, что-то революционное. Я находил авторов, о которых не было почти материалов. И их пьесы анализировал. Или авторов, по которым уже вроде бы все закрыто, тема, все ясно и понятно. Я выискивал что-то революционное, какой-то другой подход, чем, я думаю, забавлял просто ученых, с которыми я выступал. Но это было уже интересно. У меня, если собрание в армии комсомольской, где нужно выступить, это такая рутина и обязаловка. Если в школе это обязаловка, тем более, потому что я выступал не по своему тексту. То когда я выступал на научных конференциях, желая донести некую идею, то тут появилось немножко сердце. Тут уже не только ум, не только навык. Тут появилось немножко сердце. Мне очень хотелось этим людям это объяснить, донести, заинтересовать, может помочь. И я понял, что это важная вещь в публичном выступлении. Технология хорошая вещь, но должно быть что-то от сердца, должно быть то, что ты действительно. Я не очень понимаю, как можно выступать на заданную тему на чужом материале. Есть люди, которые покупают тренинги, например, готовый разработанный продукт, они его покупают, и они его исполняют. Мне очень непонятно, когда тренинг не протащен через собственное сердце, ум, через собственный опыт, ошибки. Я много выступал публично и далеко не всегда выступал хорошо. А выявить, в чем причина, почему здесь выступил хорошо, почему здесь нехорошо, не всегда удается человеку. Он не всегда понимает эту причину, следственную связь. Мне стало интересно раскопать, какая закономерность. Когда я ее раскопал, я стал стабильно выступать хорошо. Лучше, лучше, лучше. Потом в моих выступлениях появилась такая вещь, как, например, люди задают вопросы. Иногда отвечаешь слишком долго, не совсем в тему. Ну и в общем, бывает, что отвечая на вопросы, а аудиторию утомляешь. Не поднимаешь, а вот гасишь ее, только что эффект достиг, а потом погасил. Потому что это переборщил, не доборщил, не услышал иронии скрытой, а отвечал всерьез. Или наоборот, увидел иронию там, где человек не хотел иронизировать, а ты начал оппонировать ему. Ввязался в мелкую дискуссию, какую-то потасовку. И весь зал стал либо неинтересным, либо он стал на сторону того, кто является ее частью. Я с вами согласен абсолютно, когда ведешь семинар, бывает такое, что паршивая овца. Надо умело, профессионально этим. Естественно. Гасить нельзя, потому что люди потеряют уважение. Вот. Наоборот, поднимать человека. И когда я научился, понял закономерности, как работать, начитался к тому же. Все из этого постепенно появился тренинг. Я могу довольно за непродолжительное время ключевые вещи, все, что опытом накоплено, людям дать. Я этой темой продолжаю гореть. Я вижу, насколько публичные выступления являются важным коэффициентом, на который человек умножает все остальное, что он может. Вот у вас четверо детей. Следующий вопрос как раз вам будет в мае. Давайте про детей. Это будет мне интересней. В мае. Вы не были отличником в школе. Совсем не был. Да, я знаю. Вопрос такой, как вы знаете, всегда, особенно в Советском Союзе, то есть русские люди, они, в Америке это не распространено, но русские люди постоянно пихают своих детей в кучу кружков. Там бедные, иногда этих детей вижу, это бедные дети. Вот они вышли со школы, ребенок еще не успел дышать, его уже там отдали на рисование, на пение, на математику и на все остальное. Вопрос будет состоять из двух частей. Первый вопрос. Как вы воспитываете своих детей? И второе, считаете ли вы, что миром как раз правят рощники? Большой вопрос. Я думаю, что можно целое интервью записать отдельно на эту тему. Первое. Мой старший сын не получает оценок, потому что школа, в которой он учится, в ней оценок нет как таковых. При этом он занимался половину срока в обычной школе, половину срока в этой необычной школе. И сейчас я не знаю, что такое проверять домашнее задание. Он все делает сам. Сколько ребенку? 14 лет. Самый жестокий ужас, когда оторви и выброси. Ребенок занимается сам. Бывает так, пойдем погуляем. Не могу, я готовлюсь к тестам. Я поднимаюсь через полчаса, думая, что он сейчас сидит и играет в айфон. Он готовится к тестам. Я в субботнем утром могу застать его в трусах, сидящим за столом, что-то пишущим. Я говорю, а зубы почистить, умыться, привести сериалик. Сейчас, 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 мысль пошла. Я сейчас запишу ее. Какой-то готовит презентейшн, какой-то доклад и так далее. Английская школа. Ну, английская, но в Москве. Он занимается сам. Ну, какие-то дополнительные секции. Он занимается только кикбоксингом. Он не занимается никакими кружками, потому что у него в школе музыка. Да, у него в школе science такой предмет, наука. У него предмет arts. Art. У него предмет. Они занимаются там живописью. Они не только изучают, они делают что-то руками. Они рисуют, они изучают. То, что может. Он мне, мы смотрим кино взрослое, он останавливает и говорит, ты понял эту сцену? Я говорю, ну что, вот такая сцена. Он говорит, внимательно посмотри, отматывает. Он говорит, гора чемоданов, что означает? Я говорю, означает гору чемоданов. Он говорит, где ты в аэропорт увидел гору чемоданов? Я говорю, что? Он говорит, что хотел сказать автор? Я говорю, я не знаю, что хотел сказать автор. Он говорит, это символ. Понимаешь, это он нас к этому. На что это похоже? На какую картину? Где вот такая вот гора и чего? И он вдруг, оказывается, там есть какой-то второй, третий план. Мне казалось, что я смотрю кино довольно профессионально. Мой 14-летний ребенок учит меня смотреть кино или понимать живопись, например. Вот картина, что здесь нарисовано? Ну вот там такие-то люди. Нет, почему вот здесь? А вот это вот в углу коза, что она означает? На какую козу она в истории? То есть это все в школе учат. Зачем? Никакие кружки не нужны. Он учится до полчетвертого каждый день и два раза в неделю до полпятого. У него есть дополнительные занятия, музыка, что-то еще. Ему не нужны кружки. Он единственное ходит на кикбоксинг. И у него больше нет времени. Он готовится к следующим занятиям. Он немножко отдыхает, немножко играет, ложится спать. И просто у него очень напряженный график. Спается и дальше. Ребенок в 6 лет, Маша, она занимается вокалом, музыкой, хореографией. Кроме одного дня в неделю. Все остальные дни после сада она едет в студию часов до 8. Ей нравится. Ей нравится, она работает, она пашет. Она занимается в студии Аллы Пугачевой под патронатом самой Аллы Борисовны. Алла Борисовна с моим ребенком занимается. Не каждый раз, конечно. Но там 2-3 раза в месяц она контролирует, как она продвигается. Утверждает и репертуар. Дает педагогам задачу, что нужно скорректировать. Маша пишет по студии песни. Есть песни, которые пишут специально для Маши. Исполняет она их одна. Интересно, что нравится ребенку в таком возрасте исполнять? Ребенку, я не понимаю, в чем тут соль. Я думаю, что, конечно, работать и пахать ребенку в этом возрасте еще не нравится. Возможно, ей нравятся аплодисменты, красивые платья. Она выходит на сцену. Какие песни ей нравятся? Это детский репертуар. Она просто говорит, пап, мне не нравится эта песня. Она говорит, мне не нравится эта песня. Мне нравится эта песня. Она может обосновать это. Ей нравятся песни хулиганские, в которых есть характер, в которых можно проявить артистизм. Она сама является постановщиком. Допустим, она исполняет песню на новогодней программе. Она придумала, что во втором куплете выходят мальчишки на сцену. Какие они одеты, костюмы. У нас теперь есть гембель. Найти костюмы, такие, как Маша сфантазировала. И нужно будет детей одеть. Они должны будут на эту сцену выйти и сделать то, что Маша запланирована. Она такой полноценный творческий акт, ну просто вот 6 лет. Это ее очень увлекает. Она не ходит пока ни на какой спорт, ни на что больше. Она полностью там в музыке, в вокале, в хореографии и все, что с этим связано. Если ребенок увлечен, конечно, мы пробовали фигурное катание, гимнастика, то, сё. Мы тестировали. Это Машу зацепило. Это Машу вовлекло. Маша там. Она ждет, когда следующее занятие. И она готова работать. Хотя иногда, конечно, у нее бывает, она поплачет. Тяжело. Потому что там требуют пахать. Там не... У вас четверо. Это не кружок. Это, ну, это, не знаю, это школа. Ну, это серьезно, это школа. Школа. Я не знаю, будет она петь когда-нибудь, или это все кончится. Короче. Сейчас не нравится. Сейчас не нравится. Ребенок должен развиваться. Дело не в том, кем он станет и как это пригодится в профессии. Нельзя относиться сейчас утилитарно к этим вещам. Мой старший сын, не дай бог, станет боксером профессиональным. Ну, не дай бог. Я не хотел бы для него такой судьбы. Но он в этом спорте получает, во-первых, закалку, во-вторых, спортивную нагрузку, в-третьих, умение держать удар, в-четвертых, волю к победе. Потому что, когда он проигрывает, это же серьезный спор, конечно. Ну, и так далее. Это не те вещи, которыми человек будет заниматься в жизни. Но ребенок должен быть загружен. Зачем ребенку свободное время? Объясните мне, зачем? Он не знает, что с ним делать. В свободное время он не может им распорядиться самостоятельно. Все, чем кончится, он достанет гаджет и будет просто время сжигать. Он просто сжигать его будет, и все. Вот у вас четверо детей. У меня четверо детей, да. Маленькие самые, как говорили, два года, да? Не будет только в декабре. Вот давайте трех летим старше. Вы же наверняка, как человек, который все время... Уже старше. Старше, этому два, этому три. Три года от двух отличаются почти... Они по росту почти одинаковые. Вот вы знаете, каждый человек всегда в своих детях что-то ищет. В ком вы видите себя. Я во всех вижу себя. Мне даже удивляет, что жена претендует на какую-то похожесть. Я имею в виду, что черты характера, способ анализа, именно, естественно, там, как каждый отец видит свои дети. Все лучшие, все мои лучшие черты в личных детях. Они очень разные. Они очень разные. У них разный темперамент, у них разные вкусы, желания. Они по-разному проявляют себя. Вы ругаете их за что-то? Жесткий вы папа или нет? Ну, жесткий мне нет. Какой я могу быть жесткий папа? Я не знаю. Да, нет, конечно. Жесткий папа не ругает. Жесткий папа молчит и смотрит, и у ребенка начинает... Дрожать. Плавится кожа здесь, идет дымок от папиного взгляда лазером. Вот это жесткие отцы. Я кричу, требую, но я готов ребенка расцеловать и сказать, а ну-ка иди гулять, режим и так далее. Но я готов ребенка, говорит, я не хочу гулять, я готов ее взять с собой на работу, засунуть сюда вот за пазуху и носить с собой. Я кричу, я настаиваю. Какой я жесткий папа? Где я жесткий папа? Те дети, ваши двое, получается, взрослых? У меня дети абсолютно расслабленные. Им сильно повезло с родителями, потому что родители им попались не те, которые могут чего-то требовать жестко. Если ребенок говорит, я не хочу вставать, идти в сад, его никто силком не вытолкает на улицу никогда в жизни. Они это прекрасно знают. Ездят у нас, ножки свесили и все. Вот двое взрослых, которые уже понимают многие вещи, когда, например, они приходят на работу, либо смотрят или видят где-то ваше выступление. Вот они приходят, например, наверняка дочка знает, что ее отца знает вся страна, и сын знает, что папа знает. Ну, вся страна это сильно большое привлечение. На самом деле, не привлечение, я смотрел ваше перемещение, это так и есть, а страна. У нас был случай, когда Маша шла по улице, ну, мы с Машей, короче, Машу привезли на работу, наши дети иногда оказываются в нашем офисе, мы с женой работаем вместе, это наш такой семейный бизнес, наш семейный офис. И такое было, что Маша приехала в офис, ее знают сотрудники, она там нарисовала, что-то делала в компьютере и так далее. Мы вышли с Машей попить кофе, какао, перекусить в кафе. И в этом кафе к нам подошел парень один и сказал, Радислав, какая удача, что я вас увидел. И стал явно в замешательстве суетиться. Что такое? Он говорит, я смотрел ваше видео в интернете и жил тогда в обычной деревне. Когда я их посмотрел, сказал себе, хватит, неужели я там, что-то такое. И он говорит, и вот сейчас прошло время, говорит, я сейчас не буду рассказывать все детали, как и что, но я живу в Москве, я работаю в Москве, я сижу в центре Москвы и пью кофе. И это мой город, я здесь живу. Я не приехал в Москву на денек, я здесь живу и просто зашел попить кофе, встречаю вас. Он говорит, если бы я не посмотрел ваше видео, я, ну как многие, с кем я в детстве, я бы сидел сейчас в деревне. Поэтому я вам благодарен. То есть все, так дверь нам открыл, ну, в общем, кофе принес. Но я не знал, чем услужить парень. Маша совсем этим наблюдала, потом шла по улице и кричала в голос, мой папа знаменитость. Вот так. Ну, поскольку Маша занимается так или иначе искусством, для нее это важный параметр. Мой папа знаменитость. О чем был вопрос? Вот дети узнают. Нет, просто, да, например, что там, наверняка сын, потому что мой сын тоже приходит ко мне и задает вопросы по моей профессиональной деятельности. Приходит он старший сын. Какие у него обычно есть вопросы у него к вам по вашей профессиональной деятельности? Ну, во-первых, сын бывает в офисе. Во-вторых, сын в офисе работает, когда у него есть свободное время, когда каникулы. Он в офисе помогает, делает рутинную работу. Завтра, послезавтра, суббота, воскресенье у меня тренинги в Москве большие. Там будет порядка 500 человек. Старшие дети будут на этом тренинге. Старший сын будет волонтером. Ну, как в составе волонтеров. Мы приглашаем студентов, и он будет там на подхвате встречать гостей, выдавать бэдж, какие-то мелкие поручения. Он будет работать на площадке бесплатно. Это семейное дело, он будет в этом участвовать. Маша будет, скорее всего, присутствовать просто как наблюдатель. И просто, чтобы быть с родителями, потому что мы, к сожалению, в последнее время мало видимся. И она просится очень на тренинги. Ей нравится сама атмосфера, обстановка. Это очень здорово. Это событие, приподни, много людей, сотни приходят, наполняют зал. Ей очень нравится, у нее блестят глаза. Младшие дети, ну, вообще у нас дети выросли на тренингах. У меня жена на тренингах была либо с животом, либо с коляской каждый раз на московских мероприятиях. Поэтому для них это нормальная практика, они все это видят. Они интересуются тем, что мы делаем. Я беру иногда сына в поездке, он мне помогает в поездках. Не просто беру его как наблюдатель или балласт. Он мне помогает, он работает на площадке, подключает оборудование, следит за его работой. Я его брал с собой в Израиль, в Иркутске, еще по каким-то городам. Когда у него есть каникулы, я его забираю. И он смотрит, он привыкает, он что-то там ловит, мне кажется. Что-то он ловит, какие-то понятия, закономерности. Кайфове, да. Вопросы задает, несомненно, я объясняю. Если он не задает вопросов, я все равно что-то объясняю. Почему это происходит, что в этом такого есть, почему это важно сделать вот таким образом, а не другим. И прочее. У вас в карьере, например, есть то, что мне очень нравится, то, что я хотел всегда попробовать. К сожалению, пока не получилось. Вы после университета несколько лет проработали в школе. Естественно, вопрос такой, что вам дал этот опыт. И на самом деле с детьми более сложнее работать, чем с взрослыми. То есть практически все утверждают, что с детьми гораздо более тяжелее работать. Вот первое, что вам дал опыт, и вопрос второй. С детьми сложнее работать, несомненно. Кто с детьми работал, тот взрослых не боится. Опыт работы с детьми дал мне иммунитет. Это была прививка, с помощью которой я получил иммунитет. Я не боюсь. У меня была параллель старших классов 11-й, был 9-й класс, потом я их выпустил. Как сказать, старший возраст сложный по-своему. И первый класс сложный, и 11-й сложный. Я выпустил эту параллель. Дети 3-го класса еще более-менее слушаются, а когда человек уже начинает становиться, 9-10-е я просто... Еще добавим один нюанс. Когда я пришел в школу, мне было 22 года, моим детям было 16-17. 21-21, что ли, было. 21-22 года. Между нами была разница практически незаметная, да, визуально. После университета, конечно. И мы слушали одинаковую музыку, одинаково одевались. Нет, конечно, у меня было 23 года, потому что я в армии отслужил, я не считаю. Плюс 7 лет, 24 года. 23-24 года у меня было, когда я в школу пришел. Потом выпустилась старшая параллель, и у меня появилась параллель пятых классов и классное руководство. Я думаю, это прекрасный опыт. Было 12 лет, маленькие детки. Это был еще и хороший опыт, который пригождается мне в работе с моими собственными детьми. Я понимаю, как их переключать, я понимаю, как гасить агрессию, я понимаю, как выводить из ступора ребенка. Ну, более-менее понимаю. Кстати, любопытная вещь. Когда я приезжаю в Одессу, мои ученики, которые были у меня в пятом классе, по соцсетям отслеживают. И они собирают стол в каком-нибудь кафе летнем. Они собирают всех, кого можно собрать, для того, чтобы встретиться со мной. И я приезжаю с женой, с ребенком, с детьми могу приехать. Мы садимся, и такой свободный разговор, кто чем занят, у кого что происходит, у кого ребенок родился, кто на работу устоился, кто развелся, кто вышел замуж. Им уже 37 лет, понимаете. У меня был случай, когда мы первый раз так встретились. Для меня было потрясением, что мои дети, которым было 12, они закончили университет, иногда два высших образования. Они замужем, у них есть дети, у них трех-два, у кого-то даже три, что они занимаются очень серьезными делами в жизни. Кто-то домохозяйка, там, за детьми, у кого-то собственный бизнес, а кто-то песни пишет, например, записывает альбомы, и они продаются. Такие удивительные судьбы. И это мои детки, я на них смотрю, им 12, вот я на них смотрю им 12, а им 37, им 40 скоро. Это уже, ну, такие люди, которые во вторую половину жизни входят. Да, и все равно я вижу в них детей, маленьких совершенно. А вы были хорошим учителем для них? Я был для них очень хорошим учителем, но, наверное, я был не очень большим профессионалом. Профессионализм, это время? Профессионализм, конечно, но опыт не может прийти, но я был ориентирован на них, я был внимательный, я не был ленив, я не был агрессивен, я не считал, что дети это какая-то... Что, знаете, все хорошо, как учителя некоторые, да, школа, это прекрасное место работы, если бы не дети, было бы прекрасно, если бы не дети все портят. Вот когда детей нет в школе, это, конечно... А Франция, так говорят, Франция была великой страной, если бы там не жили бы французы. Если бы не жили французы. Но интересную модель, он сказал, какая твоя цель, как учителя русской литературы, просто ее сформулировать. Я сказал, ну как, ну чтобы дети все читали, умели анализировать, он говорит, это твоя задача, а цель в чем? Я говорю, ну как цель, но цель, задача, когда не различал этих вещей, он говорит, цель заключается в том, что с ними произойдет после школы. А что с ними произойдет после школы? Он говорит, в части русской литературы твоя цель, чтобы дети после школы читали. И чтобы они читали то, что они изучали в школе. А то бывает, что человек читает все, что угодно, но только не то, что было. Ну я же проходил Гоголя, да, ну я же читал Толстого в школе, зачем еще раз? У меня дети, я их спрашиваю, это прямо обязательный мой вопрос, не садятся за словом, говорю, дети, что вы читаете? Что вы последнее прочитали? Что вы читаете сейчас? И дети называют, и очень часто, не знаю, может быть, они хотят мне сделать приятное, но не думаю, я же вижу, что они честны. Вот во всяком случае, либо научились выглядеть честными, дети читают, они говорят, как не читать, это же кайф. Я думаю, что такой умный человек, как вы, или даже в 14, я думаю, что вы увидите, если они говорят неправду. Ну, и у меня есть способы видеть, человек говорит, правда или нет, я же отслеживаю ряд параметров. Вот у меня такой вопрос, я вам постараюсь сегодня задавать вопросы, даже не смотрю в тетрадку, потому что многие вопросы мне просто интересны, те вопросы, которые я задаю себе. У каждого человека, особенно, например, когда тебе там за 40, у тебя есть разные этапы жизни, например, для меня это была иммиграция или еще что-то. Вот у вас есть разные этапы жизни, там школа, потом университет, потом работа в школе, потом переезд в Москву, потом становление, потом успехи и все остальное. Я понимаю, что вопрос, может, не совсем правильный, то есть, я не знаю, как бы я сам на него ответил, хотя у меня есть ответ. Вот какой действительно самый запоминающийся, самый любимый момент жизни и какой действительно самый нелюбимый и тот, о котором вы не любите вспоминать. Момент жизни? Да. Например, кто-то там всегда вспоминает, я понимаю, что каждый момент жизни, отвечая на вопрос, каждый момент жизни, он что-то дает человеку. И я уверен, что... Свистик один момент, это невероятно сложно. В 49 лет, как можно один момент выделить. Вот есть наверняка какой-то кусок, который больше всего. То есть, мы не говорим о банальных вещах. Когда Машка родилась, взял ее в руки, я не только был на родах, я в них участвовал, мы рожали 15 с половиной часов, была, горели торфяники, было задымлено, и очень многие роды задерживались. То есть, родовая деятельность начиналась, а дети не хотели рождаться в этот мир, в котором даже кондиционеры пропускают дым в помещении. 15 с половиной часов, очень тяжело шел этот период, но Машка родилась, я ее взял на руки, и это был момент, которого я не забуду никогда. Я помню все, кто где стоял, кто в чем был, какие запахи были, как выглядело помещение, его площадь и так далее. И что я увидел ребенка позже. Позже было проще, дети рождались, это уже была такая рутинная история. Это сессия запомнил. Да, Машу я запомнил, как мы родили, как ее держал на руках, как там поповина, все дела. И это очень четко впечатлась в память, потому что эмоционально окрашена, человек запоминает то, у чего были такие пиковые эмоции. И я, не знаю, почему-то помню момент, как мы потащили, там, дочь, ну, как бы две дочери, одна старшая, одна младшая. Младшую дочь потащили на какие-то аттракционы, типа американский город, почему-то нам казалось, что ей будет весело. Но когда мы уже ехали в кабинке поднимались наверх, стало понятно, что ей ужасно страшно, чудовищно страшно. А мы ничего остановить не можем, этот механизм запущен. И сейчас мы понесемся вниз с чудовищной скоростью, обрушимся в воду. И вот это было желание мне засунуть ребенка прямо в себя куда-нибудь, вот так вот ее спрятать, туда внутрь. И чтобы она пережила этот момент, и потом ее вытащить, когда все будет позади. Это тоже было, знаете, такое ощущение неотвратимости, чего-то по глупости своей зачем-то в лес. Мы в Испании полезли в этот, у них есть гигантский совершенно комплекс с этими аттракционами. Да, там детям очень нравилось. Нам показалось, что они так возбуждены, что они хотят еще, еще сильнее, сильнее. И мы переборщили. Мы сами не любим эти вещи. Ни я, ни жена, мы не любим ни американские горки, ни какие аттракционы, где высота, падение и так далее. Совсем не любим. Но ради детей идем на эти вещи, совершаем иногда глупости по неопытности. Почему-то впечатываются в память какие-то совершенно рутинные вещи, повседневные. Почему-то и не запоминаются яркие, важные события вроде бы. Знаете, у любого человека он сидит, особенно, я начал замечать, последние годы, ты сидишь и ты начинаешь вспоминать, правильно говорить, какие-то отрезки жизни. Ты сидишь и там, это либо грусть по старому, по прошедшему, друзья. Ты начинаешь понимать, что ты ходишь в определенный промежуток возрастной, когда некоторые вещи совсем по-другому. Поэтому я и задал этот вопрос. У вас бывают такие моменты или у вас просто на это времени не хватает? Когда летишь в самолете и вдруг вспомнил, как бы там выпили первый раз с ребятами или покурили, или еще... Самолет это как раз то время, когда у меня нет для никаких медитаций и времени, у меня все расписано в дороге. Мои помощники знают, он летел, он знает, у меня там 15 минут вот это, 30 минут вот это, час я знаю, сколько длится полет. А что делать? Ну, нужно. Мне нужно позаниматься английским час. Вот у меня в самолете 2 часа 15 минут мы летим, вот первый час я занимаюсь английским. Потом мне нужно прочитать книгу, на которую я должен дать рецензию, поэтому в следующие 30 минут я читаю книгу. Почему не час или не больше? Потому что мне еще обработать нужно почту, которая должна уйти не позднее, чем сегодня вечером, чтобы завтра утром люди ее получили и по ней начались какие-то действия. На это я отмерил 45 минут, как раз полет весь разложился. Я сижу с будильником в полете, такого же я сидел у иллюминатора и думал, боже мой, какие чудесные облака. Я не знаю, я не помню момента, как мы взлетели, я не помню момента, как мы приземлились, как мы летели, была ли турбулентность, что было за окном, потому что я был положен в деятельности. Я не помню этих моментов и там бояться было некогда, если болтало, не болтало, что-то приносили, какую-то еду или напитки предлагали, не предлагали, не помню. У меня был рабочий момент. Представьте, у меня 100 городов в год, до которых я добираюсь большей частью самолетом, или машиной так бывало, или поездом, или я добираюсь до одного города самолетом, оттуда в другой город машиной, как это было сейчас, когда я прилетел в Казань. Из Казани я переехал машиной в Альметьевск, из Альметьевска я переехал в Нижникамск машиной, из Нижникамска я прилетел в Москву самолетом. Такое вот движение, если я буду сидеть в машине 4 часа и смотреть, какие прекрасные степи, нет, я в машине работаю. Я могу смотреть кино, например, надо посмотреть кино, я хочу посмотреть кино, люблю кино. Что значит, что надо посмотреть? Ну, мне нужны порции эстетики, мне нужны порции искусства, потому что это мое топливо в работе, я должен получать достаточное количество эстетики, потому что это один из катализаторов жизненной энергии, лично для меня. И она красоту очень ориентирована, для меня красивая женщина, это не только объект вожделения, она для меня ценна как эстетический объект гармоничный. Вы могли видеть, что офис наш, например, он избыточно красив для того дела, которым я занимаюсь, при том, что его не каждый метр функционален. Ну, вы здесь находитесь, это я понимаю. Эта комната, она пустует большую часть времени, но здесь можно, здесь все радует глаз, здесь старинные кирпичи, на самом деле оригинальная кладка, из которой этот дом построен. Это не фасадный кирпич, не муляж, да, совершенно верно. Здесь стоят музыкальные инструменты, здесь красиво. Дим, покажи, пожалуйста, я просто видишь ударные восстановки, да, пускай очень модерновые и отличные фирмы, но вы играете? Я играю, я на днях играл на аудиторию 6 тысяч человек в Крокус Сити Холле, правда, конечно, я сам себе это придумал, у меня там было выступление, и я вставил игру на барабанах как некую метафору. И, конечно, люди были потрясены, потому что, ну, я там сыграл-то 2-3 тапта, но сыграл ритмично хотя бы, да, это уже тоже большая вещь. То есть, что для вас это ударное? Я в Одессе играл на барабанах в составе группы и не одной группы. Я в классе в 8-м или в 9-м, когда еще занимался в музыкальной школе, мы с товарищем гитаристом сделали дуэт, я играл на фону, он играл на гитаре, потом он поставил звукосниматель, а я засунул в пианино микрофон, потом он купил примочку, и звук гитары стал искажаться, я купил примочку, ну, или спаял уже, не помню, и звук пианино стал похож на звук синтезатора, потом мы нашли какой-то клуб, взяли басиста и барабанщика и сделали группу, и в этом клубе были электронные музыкальные инструменты, я стал играть, я не заработал ни одной копейки, на этом это было в радость, но мы были обязаны в клубе участвовать в каких-нибудь смотрах, концертах или каких-нибудь выпускных вечерах бесплатно за то, что мы репетируем. Не ударный, я играл на клавишных, а потом случилась такая вещь, когда я пришел, я был в армии, и в армии мы с ребятами собрали группу, нашли в клубе какие-то старые инструменты и там стали играть, и я играл по-прежнему на клавишных, но радости большой я не испытывал от этих инструментов. Потом, когда я пришел из армии, мы с ребятами другими объединились в команду, и у нас должен был быть важный концерт, а барабанщик, ну, что-то завеялся, барабанщик завеялся, связи нет, никаких мобильных тогда не было, родители не знают, где он, дома не ночевал три дня, а у нас концерт приближается, мы не репетируем. И мне говорят, Радик, сядь, подстучи, подстучи, чтобы мы могли репетировать, нельзя репетировать без ритма, не было тогда драм-машин. Он говорит, подстучи, ну, свою партию ты знаешь, чтобы мы репетировали, отыграли это вот, а он потом появится, и, значит, ты обратно пересядешь за клавиши, но он не появился до концерта, и поскольку я подстукивал на всех репетициях, мы решили, что мы на концерт выйдем, и я на барабанах как-то подстучу. И я подстучал, и мне понравилось, и у меня получилось почему-то само, я не учился до этого, я стал учиться позднее. И потом я уже не захотел за клавишей пересаживаться, я остался за барабанами, потом была еще одна команда, в которой мы играли, записали два альбома, авторская музыка, свое собственное, мы не каверы играли, играли свою музыку. Ну, трудно его определить, у нас всегда были с этим затруднения, но это было что-то между Агузаровой, Браво, Квартал, что-то такое. Ну, не сильно прогрессивное может быть, ни попсач, ни жесткий рук, это что-то такое. И самое интересное, что все ребята, с кем я играл, стали профессиональными музыкантами. Саксофонист профессионально играет, басист играет в Новом Орлеане, в блюзовой команде, вокалистка и гитарист поженились, живут в Братиславии, владеют музыкальной студией, записывают музыку, постоянно присылают мне новые песни, и мы вынашиваем идею записать онлайн, ну, то есть сыграть онлайн. Ну, понятно. Когда будет достаточная мощность интернет-канала, можно будет поставить мониторы и сыграть нам свои песни онлайн, потому что собраться оффлайн у нас шансов очень мало. Музыка для меня очень важная, стержень. Какую музыку вы любите? Вот, допустим, давайте разделим там, советские исполнители, русские исполнители, можно и советские взять, и зарубежные. Я уже взрослый, у меня уже нет кумиров. Я вчера отслушал хороший концерт группы «Автограф», которую я любил с этими музыкантами, я был знаком в свое время, 30 лет назад, отличная музыка, это арт-рок, это бомба у нас, это единственная западная группа в нашем, она единственная западная, никто не западный, Кипелов, это типа Iron Maiden, но все равно, вот настоящий арт-рок, который на Западе был популярен, востребован с текстами, со смыслами и так далее, и послушал концерт Фрэнка Заппы, живой, отличный, с Джонни Кэшем, у него в концерте принимает счастье Джонни Кэш, Фрэнк Заппо тоже, с одной стороны, ну это как бы джаз, хулиганский джаз такой Фрэнк Заппо и автограф арт-рок, но при этом я могу за огромным удовольствием послушать Кипелова какой-то день, а по дороге сюда я включил, у меня было половину дороги, я слушал рок, ну радио-рок, и как это называется правильно, рок-радио, рок-фм, а вторую половину пути я джаз-фм слушал, то есть вот как людей обычно, либо ты рок, либо ты джаз, а так, чтобы кидало, я такой, я близнецы, у меня нет устойчивых пристрастий, и я могу получать удовольствие одного, вот, в какой-то момент мне почему-то, ну не хочу рок-слушать, послушаю джаз или классику, например. Вот такой вопрос, у нас индустрия... Кстати, кстати, отцовский кайф один из самых мощных, это когда вы едете с сыном в машине, и не то что слушаете музыку, а сын говорит, дай я поставлю свое что-нибудь из телефона через блютус, он ставит, и это Фил Коллинз, и мы начинаем орать Фила Коллинза хором, потому что и он, и я знаем слова, вот это невероятный кайф, когда с ребенком, да, вы... У меня с сыном так же, у нас самое интересное, мы сейчас тоже записывали такой маленький ролик, мы были во Франции, и я включаю, и он у меня очень любит Цоя, 16,5, ну у меня ребенок, который вообще рожденный в Америке, ну то есть он тотальный американец, вообще помню, хотя великолепно говорит по-русски, вот он, я включаю Цоя, он не очень любит мудр-токинг, не очень любит там Бэт Бэст Блю, который люблю я, но ему очень нравится Цоя, ну он поет им. У меня такой вопрос, вот вы всегда, всегда, я в прямом случае уверен, что так и есть, вы всегда сталкиваетесь с людьми, которые сталкиваются именно с непониманием близких, своих начинаний. У нас вот в индустрии, в трейдинговой, большое количество людей, в прямом смысле слова, из-за непонимания, из-за недостаточной информации, или достаточной информации, люди сталкиваются с проблемами, что они понимают родители, близкие и все остальное. И пытаются остановить, пытаются. Как с этим вы боретесь? Я уверен, что к вам приходят люди и говорят, Радислав, Радик, вот у меня такая ситуация, вот там, вот мне нравится это делать, да, а близкие не понимают. Как переубедить, есть какие-то техники, что делать, как поговорить, как объяснить. Тоже большая тема на целое интервью. Если бы мы делали то, что одобряют наши родители, то где бы мы были? Более того, я в этом смысле очень осторожен, когда мой ребенок делает что-то, чего мне кажется неперспективно, неважно, и что он даром тратит время, я себя ловлю за руки, потому что то, что считали мои родители неважным, например, музыку, что я столько времени тратил, играя музыку, зачем? Это будет твоей профессией, не будет. Зачем ты тратишь время? Сядь за учебники, подучись. Но в итоге то, чему я учился и потратил годы и годы, никак не пригождается мне в жизни. А музыка является таким стержневой основой и способом восстановить энергию, и способом, это прекрасная форма досуга. Я играю, у меня есть ребята, мои коллеги, которые приходят сюда, у меня стоят там синтезаторы, гитары, люди втыкаются, мы можем поиграть музыку. Обязательно. Но мы так, мы медитируем для себя, у нас нет планов кому-то это показывать. В третьей школьной музыкальной была по классу фортепиано. Вот. То есть вы поймете. Да, конечно, понимаю. И я думаю, что одобрение наших близких, это вообще не индикатор, это вообще не ориентир. И вообще его нужно, если люди не понимают, зачем вы их так глубоко погружаете, что они погружаются на уровень понимания или непонимания. Вполне достаточно, если вы скажете, ну, бывает же такое, вот вы встречаетесь с одноклассником, и он говорит, о, какая классная тачка, давно купил? Да нет, вот недавно свеженькая, сколько отдал за нее? И вы понимаете, что для него это очень дорого будет. Если вы назовете, то его резонет после сферы выйти. Да, я не помню толком там, что-то там кредит, какие-то такие замуты там, да, неважно. И когда съехали из базара, жена спрашивает, что, чем ты занимаешься? Объясни мне, чем ты зарабатываешь, чем ты собираешься зарабатывать? Будет, понимаешь, рынок ценных бумаг, там, движение, то-се, тренды нужно поймать. Есть элемент удачи, она говорит, а что ты продаешь, собственно? Ничего, то есть материально никак не выражено. А ты что получаешь? Где наличные? Нет, а я номинально только, я там процент, оно там суммируется, бонусы, баллы, биткоины, там, что? Ты дурак, тебя обманывают. Ты продаешь ничего и зарабатываешь ничего. Может быть, ты пойдешь что-то делать руками. И тогда, зачем погружать в это? Я работаю, зарабатываю, у нас бизнес. На интернете, понятно. У нас, зачем интернет? Нет, не на интернете. У нас дома по всему миру, у нас золотые слитки и так далее. Но люди, владеющие золотом, не владеют золотом, у нас существует номинально. Это какой-то коэффициент. Виртуальный мир, виртуальные вирусы, виртуальные лекарства, виртуальные знакомства, виртуальные бизнесы, виртуальные валюты, виртуальные деньги и так далее. Виртуальный мир потихонечку оттесняет реальный. К сожалению, не к сожалению, но такова реальность. И поэтому, зачем погружать людей до уровня, чтобы они не поняли. Вы поняли, чтобы человек не понял, его нужно глубоко погрузить в суть понимаемого. Поэтому останетесь на поверхности. Мы занимаемся бизнесом, у нас с партнерами, у нас офис, у нас бизнес. Бывает, что напрягает, что нет офиса, человек открывает ноутбук или приложение, что-то там пальцами теребит, теребит и говорит, ну все, я поработал, накрывая обед. Где ты поработал? Так он никуда не ездил, ты не брился, ты не надевал галстук, ты не ездил, не ехал в метро. Что значит, ты поработал? Это старая модель и люди за нас переживают, они хотят нам лучшего. Не надо погружать настолько, чтобы было одобрение. Если вы понимаете, что шансов на одобрение нет, не лезьте со своими девчонками. Вы думаете, меня кто-то одобрил, когда я поехал в Москву? Вы думаете, все били в ладоши, когда я стал работать бизнес-тренером? Нет официального места работы, нет официальных нормативов. Получаешь деньги или кэшем, или на какое-то там подставное юрлицо, позднее потом уже выработали цивилизованные методы. Гарантированно ли ты получаешь? Кто тебя оплачивает отпуск? А есть ли больничный? А на пенсии? Все это нелешенные вопросы. Родители вешались, когда я пытался, но я и довесились бы. Мне приехал отец, он сел в поезд и приехал ко мне сюда в Москву и он говорит, то, что ты мне рассказываешь по телефону, мы с матерью очень встревожены. Я хочу видеть, что происходит, почему ты убежал в Москву, чем ты здесь реально занимаешься. Люди, которым я объясняю, в чем за них получается работа, они не верят, что этим можно зарабатывать, можно этим жить и так далее. Он приехал, ну я его привез в квартиру, которую я тогда снимал в хорошем месте, хорошая новая квартира была. Отец подошел, говорит, сколько стоят эти часы, лежат часы? Он говорит, я таких не видел. Я говорю, это в Москве купил. Сколько они стоят? Я сказал, сколько они стоят? Говорит, ничего себе, это мои пенсии, там за 16 лет лежит, в этом дуги какую-то цифру привел. Он говорит, а что они лучше показывают время? Я говорю, нет, времени показывают одинаково, но другим людям они показывают про меня кое-что важное. Отец понял, не стал с этим спорить. Он покрутился, мы с ним сели, выпили утром, я его проводил на поезд и он умер. То есть и он вот и через некоторое время у него был инсульт. Он съездил успокоиться в конце жизни, он видимо почувствовал что-то и приехал посмотреть и успокоил маму видимо. И мама до сих пор спокойна за меня мне кажется. Папа, папа, отец военный у вас. Папа военный. Как было в семье военного? Потому что у меня есть очень много знакомых, у которых родители военные и практически везде действительно жесткач, самый настоящий. Я просто знаю своего отца, который был руководителем очень крупного предприятия. У меня очень жесткий отец. Очень. Естественно, я за многие вещи благодарен, но в некоторых вещах мне не хватало. Вот как вам было в семье военного? Во-первых, у меня отец военный летчик. Это разница. Супербольшая дисциплина. Первое, да. Первое, летчик парит над землей в небе. То, что он военный, это вторично. Первично, что он летчик. Он хотел быть летчиком. Второе, он парит там один. У него нет экипажа, стюардесс. У него нет бомбардировщик, где нужно согласовывать свои действия. В-третьих, у него нет никаких подчиненных. У него есть техник, который ему назначен, но техник не является его прислугой или его командой. Он никем не командует. Он летчик-истребитель, он майор, но у него нет роты или какой-нибудь там дивизиона в подчинении. У него нет этого. Это необычный. Он индивидуалист. Он свободен. Он свободен в том смысле, что мало кто может им командовать, когда он там в небе. У него есть диспетчерская, там некий пункт командный, который ему говорит там то, там все. Заканчивается это, начинается это, но он предоставлен сам себе большей частью. И у него нет никаких людей, за которых он несет ответственность, за которых он переживает. Он должен их строить налево, направо. Там ему никто не может вклеить за то, что у него распустились люди, там какие-нибудь солдаты или офицеры младшие. Это очень особая специфическая каста военных. И поэтому он, как человек привыкший к известной степени свободы, сделал одну важную вещь. При том, что он деревенский еще по происхождению, что несколько делает его грубоватым в быту, но при этом он... Вот границы свободы были, но они были очень широкие. Переступать их нельзя, нельзя повышать голос на маму, нельзя прийти утром и сделать вид, что ничего не произошло, да. Там нужно хотя бы сказать, что, допустим, не ждите меня, завтракайте без меня, да, хотя бы. Там нельзя, нельзя не помочь в трудном, когда нужна реальная помощь, нельзя не помочь, но в рамках вот этой широкого коридора можно очень много. Можно даже не поехать с родителями на дачу, а остаться ночевать, выходные провести в городе. Можно привезти в квартиру друзей и с ними выпить и курить, но к моменту возвращения родителей не должно быть никаких следов. Родителям мама не должна хвататься за сердце, ой, ты курил, ой, ты выпил и так далее. То есть, должно быть безупречное алиби. Вот это было... Ну, такие... Дедушка хочет, чтобы... Да, а мама, конечно, у меня мама такая, она, в общем, вторым номером с отцом играла всегда, я понимал, что она там... Она может, например, по поводу чего-то ругаться со мной, а потом придет папа и скажет, да, ставь его в покое, там, моя мама такая, раз, и все, как будто бы не было этой претензии. Или мама, там придет папа, вот пусть разбирается с тобой, и ты вот такое сделал. У меня был очень широкий коридор, я даже поступил на филфак, что для сына офицера вообще невозможная вещь, потому что у него же есть какие-то сослуживцы, и все они обмениваются чем? Вот, значит, у всех дети закончили десятый класс. Куда они поступили? Мой в Новосибирское военно-политическое, мой в Общевосковое поступил, мой по моим стопам, пошел в летное. А мой филолог? А мой филолог, все, что сказать, в балетную школу поступил, примерно, да, там 75 девочек, 5 парней, и то парни какие-то комиссованные, да. Что это за филфак? Что такое филфак? Филологически чем он будет заниматься? Ну, это для отца. Все равно сказать, мой в балет пошел, и отец не настаивал. У меня действительно было в планах каких-то, не знаю, я не участвовал, по-моему, в этих планах, Новосибирское военно-политическое училище, после которых там в ВВС я должен был пойти, то есть папа простроил карьерную стратегию. Но я пошел другим путем, были дискуссии дома, но никто не заставлял, никаких не было, там я сейчас наложу на себя руки через мой труп, только не филолог. Мне родители позволяли, и я считаю, что это был очень важным фактором, который сказывается сейчас на моей жизни. Я сейчас во многом чувствую себя свободным, и с детьми считаю, я считаю, что совершенно неправильно было бы мне, кармически неправильно, детям простраивать коридоры поведения жесткие. Было бы неправильно, потому что я благодарен родителям за то, что я должен и сам воплотить потом. Папа больше был именно друг? Батк Михайлович, how a mom liked, и мама не был друг. Друзья были друзья, папа был папа, мама была мама? Нет, мне внутри семьи друзей не было, у меня друзья были друзья. Сτ'эчас мама, друг? Батк Михаевна임 сейчас мама, мама, бабушка моих детей, нет друг, это как-то другое. Ну то есть с друзьями так не поступают, как поступают с матери discharge, друзьями нет таких обязательств, которые есть перед мамой. Друзьям скажешь то, что маме никогда не скажешь, Потому что маму нельзя обеспокоить Друзья могут сказать, ребята, меня все заколебало Я что-то потерялся, что-то я вообще не понимаю Зачем это все, к чему это все Если я так скажу маме, мама схватится за сердце И упадет в глубокий обморок Маме я говорю, мама, все отлично, большие планы Все получается Мы смотрим в будущее с надеждой, верой И уверенностью То есть маме нужны основания Понимать, что все хорошо с ребенком С друзьями вы можете сказать, меня это заколебало Тут я потерялся, тут я не понимаю Проблемы там, проблемы сям И так далее, друзья для этого есть Друзья для этого существует То, чего не скажешь больше никому Мама это мама, мама это покровитель Мама это добро, мама это любовь Мама это объект заботы уже И так далее Но это друг, это какая-то другая история С отцом последние годы его жизни у нас была такая попытка Ну с моей стороны попытка подружиться Которую он очень легко воспринял Я очень жалею, что не сделал этого раньше Но очень не жалею, что я вообще это сделал И я понял, как много я потерял Потому что на определенном этапе зрелости Сближаешься Тебе 33 от Су-66 Но при этом Вы можете во многих вещах создавать абсолютно равных Вы понимаете друг друга в ряде вопросов Вот по мне У меня, отец, почему друг-то не мог быть Очень большая разница в возрасте Ведь у нас 33 года разница Мне было 33, ему было 66 Мы тоже, мы сейчас, моему отцу 70 И мы вот сейчас только действительно сблизились Потому что отец раньше просто не подпускал Я Огромная дистанция, огромная Я просто пришел и говорю, пап, давай сядем Ну то есть я в сыне пытался Коньяк, коньяк Я не пью, я отец не пьет Ну вот теперь А вот теперь У нас сыне пьет мама А теперь не задавайте вопроса Почему нет контакта Я приехал к папе с бутылкой коньяку Ну это же Нельзя взять бутылку коньяка Ставить на полку Это полная невоспитанность И полное вообще выпадение из культуры Когда человек приезжает с бутылкой Взять бутылку и поставить ее на полку Сказать, садись, чайку хочешь Ну конечно бутылка ставится на стол Я это понимал Ставится два бокала с отцом Я практически не выпивал Не было такое Но все-таки сын, да Отец Я пил при папе Я пил во время застолья Но пить с папой Это отдельная штука Это как петь рок Вдвоем с сыном Это такой же интимный акт Он поставил два бокала Согрел чаю И мы с ним бутылку коньяка Распили до конца И закончили мы в полтретьего Или в три часа ночи И мы разговаривали о таких вещах О каких не говорили никогда в жизни То есть все-таки Вы хотя бы будете знать Что вы не пожалеете Об одном Что перед тем, как отец ушел Вы не сделали вот этого шара К сближению То есть он у вас был И на самом деле Ну когда так сложилось Я уж не знаю Почему вдруг такая потребность возникла Потребность разобраться В каких-то вещах Закрыть какие-то вопросы открытые Особенно Последние годы его жизни Там 3-4 года Вот какое-то было Сейчас конечно так кажется Что было предчувствие Что многие вещи были сделаны Последние годы Но он же рано ушел И ушел из-за того Из-за профессии чертовой Из-за этих полетов Перегрузок Травм Ведь он уже и разбивался На самолете Сейчас я перебил И очень серьезно перебил Извините Вот вы только что затронули Очень важную вещь И перед этим сказали Что у вас порядка Где-то 100 перелетов 100 городов А перелетов 150 200 Я летаю Не столько много Сколько вы Но летаю К сожалению У меня вообще Перелеты по 10 часов Трансоматические У вас четверо детей Дальнемагистральные Да Четверо детей Четверо Ответственность Притом двое из них Очень маленькие Вы знаете на самом деле Что вы берете на себя Огромную ответственность По здоровью Перелеты Давления И все остальное Да Как Что Вы поняли вопрос Я понял Если бы вы были дурачком Я бы задал его по-другому Но вы прекрасно понимаете О чем Как только я начал говорить О чем были вопросы Как я смею Или как я планирую Смею Можете только Вы сами себе Можете только сказать Как я смею Я понимаю Куда вы идете Потому что я точно такой человек Реализация себя И все остальное Многие вещи Я знаю Как и вы знаете Что это Речит здоровью И все остальное Конечно Несомненно Это стресс За гранью нормы И несомненно Это подрывает здоровье Несомненно Влияет Я стараюсь Как можно его восстановить Я третий месяц Не пью алкоголя Например Это один из пунктов Программы Я сегодня Плавал в проруби Час интенсивно Гулял по лесу По снегу В проруби Ну в проруби Обычную прорубь У меня не так далеко От дома Не знаю Не мерил его Ну прорубь Лед Дырка в нем И там вода Серая густая вода Густая от мороза Я в Днепре был Три дня назад Там плавал В Днепре тоже Ну там зима Там минус 8 В прорубь я ныряю При каждой возможности Когда я ее вижу Это тоже часть И съел на завтрак Кашу И вот такую горсть Витаминов всяких Там и омега-3 Там и для сердечной мышцы Там же Всякие минералы Аминокислоты Все что необходимо Для того чтобы Свой индивидуальный комплекс Собран И такое что Что я сделал С утра для здоровья Я выпил чашку кофе Но не больше Я побыл с детьми Пообнимался Поцеловался И это больше чем витамины Больше чем прорубь И больше чем все остальное Опять же прогулка По свежему воздуху Я приехал в красивый офис И это тоже здоровье Вполне симпатичные работают люди Которые меня щадят И сейчас В то время Когда мы разговариваем Завтра будет большая программа У нас в Swiss отеле И эти люди Сейчас вся команда Моего офиса Работает там Сейчас разворачиваются Всякие материалы Там какие-то коробки И так далее Раньше я все это был увлечен А сейчас они Из этого исключили Несмотря на то Что мой помощник Прилетел со мной Тоже ночью У нас была задержка рейса Он со мной мотался По всем этим городам У нас 7 городов За 35 часов Мы побывали В 7 городах За 35 часов Он несмотря на это Приехал сегодня рано утром И впрягся во всю эту историю Сколько лет ему? Ему в районе 30-28-28 лет Ну это уже Во многом Объясняет Да Во многом объясняет Но вот люди Меня щадят Они меня ограждают От каких-то Вещей Которые я могу Потратить свои Какие-то нервы Усилия и так далее Я даже не знаю Что происходит Если какие-то проблемы есть Я об этом не узнаю Ну может быть вот это И я Летом Да что летом Вот сейчас зимой 20-го я прилечу Из Новосибирска И так далее Я буду восстанавливаться Насколько возможно Вы вот объездили весь мир Да В прямом Передусе Любимая работа Это не только Забирает она энергию Да Но она и дает Поэтому я еще понимаю Что когда я Занимаюсь любимой работой То это так же Ну знаете Провести ночь любви С любимой женщиной Устать Не выспаться Ты подорвал здоровье Подорвал здоровье Чтобы все так подрывали здоровье Я здоровье Я такой источник энергии получил Поэтому я думаю Что любимая работа Она не только забирает Она еще дает энергию И те люди Которые в тренинге Участвуют Они какие-то лучи добра Посылают все-таки Все-таки Что такое происходит Я прям чувствую Из зала Какая-то положительная энергия идет И они ее посылают Не только когда есть Но когда я уже улетел Возможно Меня до меня не знают Это работает механика Но это часть моих верований Что если ты сделал людям Что-то полезное От души Искренне И даже это профессионально Даже то, что тебе заплатили Ты сделал сверх того За что заплатили Ты искренне Хотел людям Дать пользу Помочь И они получили Какие-то изменения Что-то у них Перестроилось Мировоззрение И они это связывают С тобой Они продолжают Посылать Какие-то Волны В флювиды Эти флювиды Долетают И поддерживают Меня И энергетически И поддерживают Вы практически Весь мир объездили Где бы Действительно Хотели бы побывать И почему Именно Хочу туда И знаю почему Хочу на оба полюса Хочу Мачу-Пикчу Хочу Почему-то Не хочу Мегаполисы Я очень много Среди людей У меня Места безлюдия Почему-то У меня вызывают Такое притяжение Наверное потому Что мне не хватает Уединения в жизни Поэтому полюса Поэтому мачу Какие-то вершины Полюса И так далее Я бывал На Мальдивах На Сейшелах На всяких Таких Красивых местах И это не проблема То есть это Вопрос Зашел в телефон Купил билет Букингком Забронировал шале И улетел Это вообще не проблема А вот порюс Это целое дело Вот у вас есть книга Камасутра для ораторов Есть Почему такое название? Ну во-первых Конечно хулиганство Вам нравится хулиганить? Очень Вы такой буян Буян нет Хулиганство Это не буян Это хулиганство Человек не воспитанный Жлоб Он не хулиган Он просто жлоб И все формы проявления Его жлобства Он так едет на дороге Как жлоб Он общается с людьми Как жлоб Он ведет себя с женщиной Как жлоб Он просто жлоб Он не хулиган Хулиган Это человек интеллигентный Воспитанный Начитанный И образованный Но Ну может быть Да Но есть Но он получает Кайф от того Что он выходит за флажки В чем-то А где ваши флажки? Вот флажки Это речь Это язык Флажки Это поведение на сцене Например Потому что У меня на сцене играет музыка Играет довольно громко Ее много И она подобрана специально В разных моментах тренинга На моих тренингах Разворачиваются Какие-то видеоинсталляции Во время выступления До выступления Перед выступлением Я могу на сцене Пританцовывать Или даже танцевать Я могу играть на барабанах Я могу Вызывать на сцену человека И задирать его И шутить И так далее Я могу Со сцены Делать Опасные Опасные шутки Или опасные намеки В отношении аудитории И так далее Но это за флажки Но это не из леса уйти Это шаг за флаг Это мелкое хулиганство Мелкое хулиганство Которое Я получаю удовольствие Помимо того Что это способствует тому Что удерживает внимание аудитории Но нельзя хулиганить Для того Чтобы заработать Это не хулиганство Хулиганство Это спонтанное поведение Когда ты на грани Или может быть Немного даже за грани Это питает Это будоражит Нервную систему И так далее Что для нас одежда? Одежда Конечно важная часть Жизни Я просто видел У вас в пиджаке Ваши инициалы Да Пиджак шитый Пиджак шитый На заказ В Италии И большая часть моих костюмов Точнее у меня все костюмы Нет Костюмы делятся на три категории Первая это Прада Которая шьет на меня Прям точно Они с меня снимали мерки Я есть пол за Лэри Тоже самое Мерки Поддержу сто процентов На меня шьет Прада Я уже пристрелялся Я покупал в Мюнхене Даже за раз по два Или по три костюма Полностью Мой рукав Мое плечо Ничего не нужно Ни ушивать Ни выпускать Полностью легло Встало Второй источник костюмов Это мастерская в Италии Которая шьет По заказу Когда мне нужно Восполнить что-то в гардеробе И один костюм я купил в Лондоне Поставщик Двораевы Величества Королевского И так далее За смешные 250 фунтов Я поверить не мог Своим глазам Но костюм настолько Влитой на меня Мне люди подходят Где шили костюм Никто не верит Что он С полки С витриной В этот магазин Я зашел случайно Мне нужны были носки Ну то есть Я шел по улице Рядом с апартаментами Я жил в Сохо Некоторое время С семьей И напротив Ну надо было купить носки Вот на глаза попался Магазинчик Где в витрине Носки, галстуки, рубашки То есть Я зашел внутрь Они говорят У нас сегодня акция Мы распродаем Чуть ли не за треть стоимости Практически все Что вы видите Кроме носков Я купил полдюжины носков Костюм Пиджак Две пары туфель И вот Все это мне Продолжали выносить Оно все на меня Садилось хорошо И все это И все это Вписалось там В полтысячи фунтов Не о чем говорить Еще тогда фунт был Два раза дешевле Чем сейчас В рублях Это была смехотворная Какая-то сумма Я не привык Столько тратить на одежду И как вы видите Для меня не так важно Марка, не марка Я правда покупаю Потому что лежит хорошо Не потому что она марка Вот я купил Без марки костюм И не могу его сносить Ни в какую Мне насточертел уже Я хотел бы от него избавиться Я не могу его выбросить Потому что он хорошо сидит на мне А вы больше суеверный? Это важно Я немножко суеверный человек И суеверие относится И в частности к тому Что, например, одежда Может накапливать негативный опыт И одежду иногда нужно выбрасывать Не потому что она протерлась Или она вышла из моды А потому что она копила опыт Я не умею, как и вы Выбрасывать одежду Вот, и я не могу И я не могу У меня переполненная гардеробная Есть вещи, которые Ну, при такой уровне обеспеченности Как сейчас Носить одежду нереально То есть это невозможно У меня появился Сегодня там жена привезла Купила мне спортивный костюм Я его засуну Между вещами Но возьми другой костюм И выкини его Где висят Это годится собаку выгуливать Это потом Вдруг мы поедем на пикник И мне будет жалко Новый костюмчик Я надеюсь Он провоняет дымом Я набрызгаю шашлыком И его выброшу С чистой совестью У меня для этой цели Лежат какие-то вещи Это тяжелый Я всем говорю в тренге Избавляйтесь от ненужного хлама Я это говорю Но сам не могу У меня целая комната Гардеробная В которой висят вещи Я не могу избавиться Мне из вещей Просто Еще из вещей Которые что-то напоминают мне Если что-то мне напоминает Я не могу Я сегодня выкинул пуховик Я сделал Я будучи на улице Гулял сегодня там С собаками Я увидел Что блин Ну нельзя носить такую вещь Я в нем только с собаками Ухожу Больше никуда Но все равно Нельзя Это неправильно Носить вещи Такой степени изношенности Это нищебродство Это плюшкинство Это нужно в себе изживать И чтобы случайно Не включить заднюю Я прямо находясь на улице Снял его И затолкал В мусорный бак И ушел Как бы я домой Вернулся без пуховика Только посмотрел Что в карманах Ничего не было Вернулся просто Вот во флиске И там Что на Вот по мне Вы выглядите Это проблема Это проблема нашего поколения Я всегда говорю Мы блокадники Мы не можем выбрасывать Две вещи Еду и одежду Мы не можем Я доедаю с тарелки Не потому что я голодный А потому что Я не могу оставить еду Она пойдет в мусор Я не могу выбросить вещи Потому что Ну это вещь Как так Вот по мне Вы в принципе Сбалансированный человек Довольно таки Что Вам Помогает Поддерживать Этот баланс И действительно Как бы ошибаюсь Я или нет Сбалансированный Вы человек Или нет Я стремлюсь к балансу Баланс Это динамическое состояние Не бывает Ну как Нельзя чашку поставить На ребро Чтобы она стояла Правильно Но Если к ней Применить силу С разных сторон Подпереть ее Чем-то Она может достичь Этого равновесия Баланс Это динамическая вещь Вот сегодня утром Я проснулся Полностью в балансе Я наконец-то Выспался впервые За много ночей Мои дети Не разбудили меня На час раньше Все спали Да С рядом Спала моя любимая жена Я проснулся В хорошем настроении У меня ничего не болело Утро Через 2 секунды У жены сработал будильник Мы получается Проснулись вместе Мы выпили с ней По чашке кофе Это был баланс Потом Потом возникли обстоятельства У меня было Размерно время Я должен был Вовремя приехать На интервью Я успевал У меня оставался запас И так далее А потом произошло событие Которое Неотвратимое И некому было Кроме меня И я потерял час Я перенес То что будет после вас Я приехал с опозданием сюда И баланс был нарушен И сейчас мне несколько Я себя чувствую Не совсем хорошо Потому что Ну то что мы начали позже Я не знаю Насколько это нарушило Ваш баланс Наверное нарушило Как-то Это нарушило баланс тех И самое главное Что у меня В определенное время Нужно будет уехать отсюда И я уже не успеваю Сделать то что я наметил Тогда три коротких вопроса Блицкрики И вот я уже не в балансе Какая-то сложная вещь Сейчас и все Чтобы восстановить Я должен был Либо быстрее работать Либо что-то отменить Перенести И баланс будет восстановлен А если я вдруг Не дай бог Себя сейчас плохо почувствую И у меня были случаи Когда мне вошли в скорую В реанимацию Например И я понимал Что на самом деле В балансе есть вещи В которых разная стоимость Одно дело Интервью Другое дело Здоровье Которая ответственность Одно дело Какое-то электронное письмо Человеку Который задал вопрос По почте Не сильно ожидая ответа И другая вещь Это звонок ребенку Как ты? Как ты? Просто как ты? Я уходил Мне показалось Что ты немножко Не в настроении была Что-то случилось И уходил И думаю Блин Если сейчас еще останусь Спрашивать Что у тебя с настроением То я вообще везде опоздал И я прыгнул в машину Наехал и полдороги Думал Что у тебя с настроением Что не так Что случилось У всех наших действий Разная ценность Когда вы здоровы Для вас ценность карьера Когда вы больны Для вас ценность жизни Здоровье Да Ну жизнь глобальна Тогда три Блицкри вопроса И пойдем Знаешь Что вы занятый человек Что мне не мешает Быть свободным Нет Занято Это и свободно Это в туалете И в такси Противоположные вещи А в жизни человеческой Занято Свободен Если бы вам предложили Провести тренинг На Марсе Для марсиан Вы согласились Ну вообще Если бы предложили Был бы слетать на Марсе Я бы согласился А если за это еще и платят То я согласился бы вдвойне Ведь это же моя профессиональная деятельность Значит она еще и была бы оплачена В какой ситуации Вы провели бы тренинг Бесплатно И для кого Ну вы знаете Я Глобально говоря Я вообще работаю бесплатно Я никогда не знаю Сколько моя компания Получила за какой-то тренинг Я иногда просто Бывают ситуации Когда мне люди говорят Ну Радислав У вас там подорожало Или подешевело Я иногда не понимаю Они говорят Да ладно Вы прекрасно знаете Сколько мы заплатили Я говорю Я даже не знаю Что вы заплатили Не говоря о том Что сколько Я не знаю На каких условиях Составлен договор Постоплата Предоплата По частям Или целиком Я понятия не имею У меня есть компания Эти люди работают на рынке Они отслеживают тренды Или там допустим Они повышают Не повышают цену Каждый год Какая-то индексация Я понятия не имею Я работаю бесплатно Но компания получает деньги Эта компания принадлежит В частности Ну она принадлежит моей семье Эти деньги заходят Но нельзя сказать Что я сижу И как с трудом А так считаю Что я за это получил Я делаю любимую работу Я делаю ее платно Но я с таким Труд должен быть оплачен Это без вопроса Ну профессиональная деятельность Это профессиональная деятельность Я могу дать совет друзьям Но если это тренинг Он оплачивается У меня была квота Например 20% моего времени Я готов был выделять бесплатно В случае Если мероприятия не коммерческие Это студенческие организации Какие-нибудь клубы На которых я выступал Отчасти это промоушен Отчасти это формирование рынка На перспективу Отчасти это кармические какие-то вещи 20% разрешалась квота Но больше 20% нельзя У меня в компании люди считали Вот провел 10 тренингов Значит два выступления Может провести бесплатно Но потом я в этом разочаровался И перестал это делать По следующим причинам Когда человек получает бесплатно То, за что другие платят В этом есть, во-первых, несправедливость Потому что большая часть Из этих людей Вполне может заплатить 5-6 тысяч рублей Купить самый дешевый билет И прийти за деньги Это не проблема Второе Я получается Трачу такое же количество энергии А КПД-то ниже То есть люди сидят И воспринимают это как развлечение В-третьих, в одном вузе Был случай, когда Меня пригласили И выступили не студенты С этой инициативы А преподаватели И я приехал И увидел, как студенты Тонкой струйкой На цыпочках Валят, пока не видят преподы А я трачу время Энергию Три часа жизни То есть им это не нужно В большинстве И в-третьих Когда я приезжаю На какой-нибудь деловой клуб Люди слушают меня И думают Что-то он пиарится Наверное, что-то от нас надо И относится почему-то Так настороженно И я думаю А зачем это все? Ну зачем? Ради чего? Эти люди могут платить Это вообще деловые люди Почему я выступаю на этом клубе? А мне говорят устроители Это некоммерческая инициатива Мы хотим людям дать возможность Ну так пусть люди придут Заплатят деньги и поучаствуют Ведь я же не прихожу Их кормить как ресторан Потому что Ну как бы это некоммерческое Покормите членов моего клуба Я как ресторан схожу А дайте мне взамен что-то Это бизнес Это бизнес И я, мне кажется Поступаю как-то преступно По отношению к деньгам Я им демонстрирую Что я в них не заинтересован Как будто мне не надо Моя энергия не стоит ничего Самое интересное Что если бы восполнялась энергетически Это еще можно было бы понять Когда я встречаюсь с моими друзьями Я тоже трачу Я 6 часов времени Сижу с моими одноклассниками И кто-то скажет Ну чувак Ты болтал целый вечер Тебе мы должны денег заплатить Ничего похожего Потому что я эту энергию получил В троекратном размере Но когда я выступаю На бесплатном мероприятии Я не получаю даже той энергии Которую я получаю на платных Потому что люди сидят И они мне вполне понятно Они ничего за это не заплатить Они могут уходить Они могут задавать вопросы Чисто поражать И так далее Я в этом разочаровался И мы прямо эту квоту урезали И сейчас я бесплатно провожу Ну может быть 5 мероприятий Я сейчас просто помогаю деньгами Разным проектам Которые я считаю важными Я выступил Получил за них деньги И деньги отдал Чем я выступил Не получил денег Ничего не дал И какая-то получается Ерунда какая-то Какая-то ерунда Я понимаю секс за деньги Я понимаю секс по любви Но секс без любви И без денег Это хуже чем проституция Мне кажется Это не творчество Поэтому Трахнулся за деньги Деньги пожертвовал Детскому дому Все Акт состоялся Карма сошлась по нулям Вот такой я для себя выбрал модель Кстати Поддержал Пусть очень небольшими деньгами Скорее именем Чем деньгами Интересный социальный проект В Одессе делается ресторан Вся прибыль которого Делится в пропорциях Треть уходит на развитие И зарплату персоналу Две трети уходят На социальные проекты Городские Которые Власть просто не проглезают По бюджету Но Устроители проекта Голосуют за то Чтобы этот проект был поддержан То есть Люди Объединяют свои деньги И не деньги идут на проекты А на деньги делается бизнес Прибыль с которого Идет на проекты Это может происходить бесконечно Не разовая помощь А бесконечно Кратенький вопрос Такая интересная инициатива Я думаю Что Если бы была возможность Пойти на ужин С тремя выдающимися личностями Именно современности Кто бы это был Кто платит Во-первых Кто платит за ужин Давайте разберемся Ладно Шутка Да я знаю Кто был бы Из выдающейся современности Вы знаете С кем бы просто Хотелось бы сесть На один стол У меня стоит Стоят фотографии С людьми С которыми я завтракал Обедал или ужинал Это Робин Шарм Это Брайан Трейси Это Алан Пис Это Кто там еще Тарасов Владимир Константинович Это люди И Бодда Шефер Это люди Которые были для меня Кумирами Ориентирами В моей профессии Ролевой моделью Я на них смотрел Снизу вверх Если мне сказать Что когда-нибудь Эти люди будут О чем-то меня спрашивать Мое мнение Их будет интересовать Алан Пис Написал предисловие К моей книге К ее английскому Изданию Кел Норстрем Самая свежая Кел Норстрем Недавно мы Сотографировались С ним Это не просто фотографии Когда я сделал Селфи Поймав человека Мы общались Мы принимали Пищу Или напитки Еще В общем Еще там есть Парочку Неразвещенных Здесь Я с этими людьми Мечтал Поужинать Когда-нибудь И это осуществилось И это для меня Доступно И возможно А кто остался Сейчас Я наверное Мечтал бы О чести Поговорить С Сергеем Шакуровым Например С которым Мы летели в самолете Но я не решился Лезть к нему Летели в самолете Сидели в бизнес-зале Аэропорта Да Он невероятно Симпатичен Интересен И Не знаю Может быть С Александром Сокуровым Несмотря на созвучие Фамилии Да Может быть Я бы сел бы с ним И Самый Конечно Недосягаемый Уровень Хотя я был В метре Очень много раз В жизни И по работе И не по работе И так далее Но никогда Не был в диалоге Это Михаил Жваницкий Это просто Но я думаю На самом деле Ему было бы интересно С вами встретиться Не исключено В общем Я член клуба одесситов Он президент клуба одесситов Я был на его выступлениях Я был на всяких тусовках Ходил вокруг да около Но это был Какая-то барьера Я Мне кажется Что это Сократ наших дней Это человек Невероятно Системно Интересно Мыслящий И самое интересное Облекающий Свои мысли В такую форму При которой Смешно И не смешно Мне кажется Это высший уровень Юмора Когда человек Смешную вещь Но она настолько глубока Что смеяться Не растягиваются губы У Ванецкого есть фраза На которой Я очень люблю Он всегда говорит Эту вещь В жизни Это как электричка Сегодня она где-то там На другой станции А сейчас она уже Где-то тут Рядом со мной Я тоже очень люблю Ванецкого Интересная такая метафора Я перечитал Был период возрастной Когда бы Я наверное Выбрал бы Себе в компанию На ужин Анджелена Джоли И подобных персонажей Но сейчас Какая-то другая вещь Что-то другое Становится ценным Вот такая тройка Не исключено Что когда мы закончим Я вдруг вспомню Как А вот этот А вот этот А вот этот Как ни странно Удивительная жизнь В Москве Она сокращает Дистанцию Между Скажем Обычным человеком Обычным Обывателем В нейтральном смысле Этого слова И звездой Потому что Москва Это где Большинство звезд живет Я вчера был В Нижнекамске И в аэропорту Я спустился Из бизнес-лонж Вниз Посмотреть Ну не посмотреть Просто поговорить По телефону И так бродить Хотелось размяться И со мной Согласилось 6 человек То есть люди Меня заметили Подходили Можно с нами сделать Можно сфотографировать Обычные Ну как бы Обычные Молодые Преимущественные ребята Только двое Из них были между собой Знакомы То есть разные люди Я подумал Что такого Ну кто я такой Чего вдруг А для них Вот Я живу в Москве Я в Нижнекамске И они просто так Встретили на улице Можно Это событие И явление И так далее Я вижу Пугачеву Два раза в месяц На родительских собраниях Я разговариваю Я там что-то Она меня спрашивает Я что-то ей там Да нет Может быть она знает Кто я Но это не обсуждается Это как бы Может оказаться Что знаю Говорю Пашу книгу читала Такое может быть Там Канделаки Сфотографировалась Моя любимая книга Пошла с Гандапасом В постель Ну пошла читать В постели Мою книгу Да например Она разместила в инстаграме Мне люди потом Показывали В постели с Гандапасом В постели с Гандапасом Читали мои книги О публичных выступлениях В том числе И знают меня Я смотрю на них Как будто они меня не знают Они смотрят Думают Неужели я их знаю Да какой-нибудь Гоша Куценко А вы знаете кто я Ух ты как прикольно Да необычно Дистанция сокращается Эти люди становятся доступны Я могу прийти на день рождения У меня друг Александр Ева А мои девочки Ходят в одну группу В детский сад С детьми Миша Голустяна Который тоже мой сосед И мы встречаемся Ну просто Не встречаемся Миша Давай встретимся А просто я веду дочек Из сада Или мы приходим На утренний встречаемся Или как-то Как-то еще Такая спонтанная встреча Какие-то люди смотрят Миша Голустян Миша Голустян И Рева И Рева А Рева Так вообще Просто член семьи Буквально На всех днях рождения У нас Мы у него И так далее Семьми дружим Эта дистанция сокращается И поэтому Диковина такая Поужинать с кем-то Это становится Не диковиной Более того Становится понятно Что ужин Это не самое интимное Мероприятие Которое может быть Человеком Ужин Это ритуальное И в этом ценность Может быть не так велика А вот вместе работать Вместе делать что-то Вот это Высокая вещь Я Человек проявляет глубину Ну там Рева положим Люди смотрят А Балагур Хохмач И он так вот и ходит И как-то так манерничает И он такой поддерживает образ И так далее Но когда с ним Начинаешь взаимодействовать По каким-то вопросам Ты видишь Что это Настолько Диссонирует с тем Что есть в человеке И что предъявлено Меру Что это какой-то Хитиновый слой Тройной За которым Совершенно другой человек С другим мышлением Другими интересами И другими ценностями И порой задаешь вопрос Саша Почему ты вот этого не делаешь А делаешь это И в качестве объяснения Человек выкатывает Тебе такого уровня Морально-этическую Морально-этическое Обоснование Чего совсем не ждешь Ожидаешь цинизм Ожидаешь Меркантильности Ожидаешь Каких-то других вещей И тут вдруг Бац Но за ужином Человек это не вывалит Человек за ужином Об этом не говорит И я не исключаю Что и Сокуров И Шакуров И Жванецкий И ужин Это будет какая-то ритуальная Очень дистанция Прохладная И так далее Взаимодействовать Вот не знаю На каком уровне Вот это счастье Работать с мастером Работать с мастером А не ужинать с мастером Работать с мастером И мне посчастливилось С некоторыми из этих людей Поработать Либо по крайней мере Выступать на одной сцене И с Аллоном Пизом И с Брайаном Трейси И с Робином Шармой Особенно С Брайаном Трейси Шесть раз я работал Вместе И конечно Наш уровень общения Был совсем не застольный Хотя мы и выпивали И ужинали Но многие вещи мы обсуждали Я понял Что лежит в основе Его мотивации Например В любом случае Почувствовал Это было очень важно Это было для моей В моей профессии Это была ступень Безусловно Когда вот Зачем Ты получаешь миллионы От книг У тебя 54 страны Издают твои книги Ясен пень У тебя просто раз в квартал Сваливаются на чек Такой чек На счет Прилетает Что ты никогда в жизни Столько не заработаешь Ты холестишь по всему миру У тебя в позвоночнике Торчит железный штырь У тебя там Здоровье Режут два раза в год Плановые операции И так далее И ты мотаешься по всему миру Почти в моем режиме Но я лечу в Нижний Камск Это понятно Что не за день Полтора часа А он летит из Бостона В Москву Зачем? И вдруг я понимаю Что есть миссия Которая человеком понимается Как Особенно необходимость Да Он должен Не за что А потому что Не для того чтобы А ибо И это так неожиданно Потому что мы всегда ожидаем Зачем ты это делаешь А ответ на самом деле Я это делаю Потому что Что ты хочешь за это получить А за это можно что-то получить И мне кажется Когда это становится основой работы Вообще вопрос энергетики Здоровья Здоровья Вопрос у тебя вообще не стоит Почему ты это делаешь Потому что я тренер Это моя миссия Даже не работает Это моя миссия Я бизнес тренер Это лучшее что я умею делать Это то что мне Передначертывала судьба Чтобы мы не понимали Под этим словом А что ты за это получишь А ты подумал Как это скажется В старости А как это на твои Да пофиг Ну как Ну вот так Это миссия Христа Не спрашивали Ты идешь на крест Ты подумала Маме Что скажешь Как мама будет жить потом Есть миссия Но Наверное Миссия Либо нет Есть не у всех Либо Не все приходят К тому Что это Более мощная Основа Жизни Чем Выгода Цель Это имеет отношение К смыслу К смыслу В самом его глубоком Корневом понимании Дорогие друзья С нами действительно Сегодня был очень Интересный гость В которого мы были В гостях Мы были в гостях У Радислава Гондопас Как его называют Друзья Радик Очень немногие Кстати У меня с детства Закрепилось Полное имя На самом деле Это действительно Красивое имя По мне Вам огромное спасибо Я задал буквально Три вопроса Которые сегодня Были по бумажке Мне гораздо больше Интереснее было Спонтанно поговорить Ваше нутро Да И я очень доволен На самом деле Сегодняшним интервью Потому что интервью Мы стараемся Как раз проводить Для себя Я не пытаюсь Задать вопросы Которые задает Публика Потому что Например Вы мне более Интересен Как человек А не потому что Кто-то хотел Задать какой-то вопрос Я уверен Что кто-то хочет Посмотреть Могут посмотреть Какие-то другие Интервью Прямо на ютюбе Или еще Я очень доволен Что мы сегодня Поговорили С вами О семье О ценностях О детях И все остальное Поэтому Я остался Очень доволен Надеюсь Вы остались Тоже довольны И вы будете Нас еще Приглашать в гости Чтобы мы у вас Брали интервью Пускай не час Узнаем Вашу интервью Или просто Поужинайте В четвертом В списке Пока первые Трое Не соглашаются Поужинайте И продолжите Разговор Без камер С удовольствием Спасибо Большое спасибо Субтитры сделал DimaTorzok